Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 26 мая. Вот сегодня в утреннем обзоре я говорила, что в 6 утра, с утра пораньше, я пошла в теплицу. Там посынковать, прореживать крону, обрезать. Сейчас вот 9 утра и теперь уже можно, когда там стало совершенно невыносимо работать, жарко, можно переместиться в открытый грунт. Сейчас я буду то же самое, что делала когда-то месяц назад, наверное, в теплице. Буду делать то же самое в открытом грунте. То есть сейчас я вот эти томаты, которые высадила в первую очередь, и которые уже разрастаются, они у меня подвязаны на один раз. Теперь я буду формировать, удалять лишние пасынки, лишние стволы, лишние листья. Я вам все покажу, что я делаю. Вот смотрите, до того, как я к ним подошла, выглядят они вот так. Но я тут уже веревочки разложила на каждую. Я прошла и по ряду разложила веревочки. Видите, там где подвязка внизу была, они уже давно переросли, разрослись. И у них вот эти вот большие отросшие уже хотят вывалиться туда, в проход на дорожку. То есть нужно второе подвязывание, нужно удаление пасынков. Во время удаления пасынков также удаляю нижние желтые листья, прикорневые пасынки. Видите, какие нижние пасынки большие? Нижние пасынки уже так разрослись, что даже зацвели. И это произошло все очень быстро, потому что у нас стоит жаркая погода. Я их поливаю, жара, они прут. Вот сейчас им нужно навести здесь порядок. И что смогу я, что сумею, то вам покажу. Вот это тот ряд, где я говорила, что я высадила остатки степлицы. Вот эти я уже подвязала по второму разу и пасынки удалила. Но так как это вот скороспелки, я не буду на них заострять внимание. Тут их можно было пасынковать, можно было не пасынковать. Я сейчас перейду именно к крупноплодным томатам, где мы формируем обязательно какое-то количество стволов. И где от этого зависит, крупный будет плод или нет. Вот у меня уже подвязанные. Вот видите, все лишнее убрано. Вот так вот они аккуратненько выглядят. А вот эти еще, те, которые я только хочу делать вторую подвязку. Так, сейчас уберу веревочки, чтобы вы на них внимания не обращали. Видите, как развалились сильно кусты. Они прям распались. Все. Подойдя вот к кусту к такому, я начинаю с чего? Напомню вам, что у меня здесь в одной лунке растут два томата. Я уже сразу решила, что я буду каждый томат вести в два ствола. Но уточню, что вот такой томат, ну не называя сортов даже, у меня тут и Король Лондон, и Медовый есть всякие. Все они одинаковые, все они крупноплодные, все они индетерминатные. Но вот такие сорта томатов, крупноплодные, высокорослые, не обязательно вести в два ствола, как я. Почему я веду всегда только в два ствола? Я веду в два ствола, потому что в три ствола, если оставлять, то у меня будет загущение. Потому что они здесь у меня по два томата в одну лунку. Для ведения в три ствола, вот где одиночные там посадки, я выбираю одиночные посадки, когда сдвоенные томаты, не более двух стволов веду, иначе будет им тесно. Вот смотрите, подошла я. Должно быть у меня тут четыре верхушечки. Раз-два ствола, значит четыре верхушки. Но как вы видите, томат уже и раздвоился, и растворился. Считаем, вот смотрите, вот раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть верхушек на два стволика. И если заглянуть вниз, то мы увидим, что там еще на стволах вот эти пасынки еще раз, два, уже с цветочными кистями. И то же самое, все то же самое, что я вам говорила в теплице, я все это делаю в открытом грунте. Не жалею те пасынки, которые уже с цветочными кистями, с бутонами, которые вот-вот расцветут. Если я оставлю все, что он создал, красивое, мощное, такое здоровое, то плоды крупноплодного томата, они измельчают. Их будет много, но они будут маленькие. Поэтому я вот разделяю. Вот это растение оттуда, это отсюда. Начинаем формировать. Вот он, основной ствол. Вот цветочная кисть. Вот он, лидирующий пасынок. Все, должно быть их только два. Тут вот правильно, одна макушечка. А тут вот эта макушечка, второй ствол, она раздваивается. И эту я, без сожаления, убираю. То же самое делаю на этом стволе. Видите, две макушки в одном стволе. Это я убираю. Убрав вот этот вот прямакушечный вот этот вот пасынок, который уже с бутончиками, мы даем возможность растению направить все силы на формирование уже цветущей кисти. А вот этот, который стоял перед ней, он бы у нее высасывал вот лишнее. Сейчас я подвяжу эти два ствола и покажу пропасынки, которые там изнизу ползут. Тут показывать немного сложновато, но вы поймете. Вот смотрите, когда я верхушки выщипнула лишнее, я те два стволика привязала и эти два стволика. Как я привязываю, я показывала восьмерочкой. Но тут у нас нужно еще нам оформить ствол вот этот сам основной, который до раздвоения. И вот все пасынки, которые, видите, вот пасынок, все пасынки, которые до первой цветочной кисти эти, которые вот эти маленькие, молодые, я все выщипываю. Я вообще вырезаю ножницами, но сейчас у меня камера в руках неудобна. Смотрите, какие здоровые пасынки выросли вот прям почти от земли. Вот эти все удаляю. Один, второй и тут тоже. И удаляю в этот же самый период нижние листья, с которыми я их высаживала, которые были еще в рассаде, которые замученные. Они пережили у меня и мороз, и жару. И они уже такие старые, пожухшие, они не нужны. Я их тоже возьму сейчас ножницы и вот так удалю, оставляя небольшие пеньки. Потому что в это время у растений уже наросла такая свежая зеленая масса. И вот те листья старые, уже засохшие, пожелтевшие, они не нужны. Они никакой пользы растению не приносят. Два-три листа я обязательно удаляю старые. Вот эти вот, которые наверху свежие, они у них там и фотосинтез быстрее проходит. Они, короче, принесут больше пользы растениям. Тут уже у меня на некоторых большие завязи. И я вот сегодня смотрела, обратила внимание, что все томатики, которые завязались в неблагоприятный период, первая кисть, вот томаты первой кисти, на многих кустиках они деформированы. Как вы знаете, что там в такой неблагоприятный период, когда завязываются, могут быть махровые цветки. Ну, конечно, не все, но я вижу, вот сейчас обрабатываю, вижу, что некоторые эти томатики, ну, таких с махровых цветков. Но я их не удаляю, почему? Потому что, во-первых, это будет первый урожай. В салат они все равно пойдут. Они, конечно, не выставочного вида. И у них внутри вот эта вот, посредине эта розочка такая, как гофрированная. Ничего, я ее вырежу, используем в салат. Вообще, конечно, я махровые цветки старалась удалять, но нет-нет, да и пропустишь. И вот сегодня я буду заниматься вот этим формированием, потому что, ну, опять же, не все. Видите, я высаживала несколько сроков. Вот ранняя высадка, вот этот именно ряд, который уже с томатами, которые уже разваливаются кусты, он требует сейчас этой процедуры. Вот дальше, которые следующие, по срокам позже высажены, они еще могут подождать. Так что все делаю поэтапно, все сразу, все равно не обработать. Я вам показала вот мельком, коротко. Я надеюсь, вы поняли, что даже в открытом грунте, где у нас и проветривание вроде места много, у крупноплодных томатов тоже нужно и лишние пасынки удалять, и лишние стволы удалять. Только тогда мы получим крупный вот такой отборный плод томата. Все, до свидания. Продолжение следует...